Добрый день, дорогие гости, друзья! Мы рады видеть вас на нашем песенном круге, который мы назвали так, а песни тоже воевали. Песни военных лет. Вместе с отчистной они стали солдатский строй с первых дней войны и прошагали по пылью с задымленным дорогом войны до победного ее окончания. Песни помогали народу выстоять и победить. И помогли, и победили. Прошли годы. Страна залечила военные раны. И песни военных лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они нисколько не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их прекрасных и незабываемых. Каждая из военных песен – истинный шедевр. Собственно, жизнь и история. Мы родились и выросли в мирное время. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так же просто, как утренний сон. Для нас война – это история. В славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне мы посвящаем сегодняшний песенный круг. И как в прошлом году мы будем передавать ему знамя победы от песни к песню, от класса к классу. Внимание! К выносу знамя не приготовится! Знамя вынести! Ставим победу. Ставим победу. Ставим победу. Песня. Как много она значит в жизни каждого из нас. Судьбе всей страны. Песня была участницей многих великих сражений. В ней отразилась история и судьба Великой Страны. Навсегда останутся в нашей памяти песни, созданные в годы Великой Отечественной войны. Они стали прекрасным, звучащим памятником мужества и храбрости советских людей, спасших мир от фашизма. Я бы с песни начала рассказать. Пусть узнают в двадцать первом веке, как в суровом предрассветный час, песня стала боевым солдатом. Дали ей по росту сапоги, песни никакой размер не тесли. И шагали в западу по луке, в черном ритме наших грозных песен. И началось первое сражение и беды. Сколько их нам петь не довелось. Эта песня с нами до победы. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в четыре часа утра. Без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Право получить знамя. От знаменной группы предоставляется командиру третьего класса. Войны застывает эпоха. Тишиной низвергаясь в горячую пыль. И на жгучих победах дорожного молка навсегда замирает военная пыль. От Москвы до Берлина через Топи и Гарри шаг за шагом стремилась к победе страна. На дорогах войны люди жизнь отдавали, чтобы дети не слышали слова «война». Через горы, горы и долины свой путь в море и чёрный дыр. Мы били машины, обещая виды, по путям дорожкам Продавая дорожка, тронтовая, не страшна нам подлёжка любая. А помирать нам родоваться, если у нас ещё дом хотела. А помирать нам родоваться, если у нас ещё дом хотела. Путина другим, если мы хочем, друзья, не лёгок и не спор, живы мы и ночи, трудно было очень, но паранку не бросался, в том же дорожка. Рантовая, не страшна нам подлёжка любая. А помирать нам родоваться, если у нас ещё дом хотела. А помирать нам родоваться, есть у нас ещё дом хотела. Может, ты надеешься, химлица, эта песня, мало с тем далёк. Жизнь не позабудем, тех, кто жить не будет. Дорога, но здесь у них дорожка, не дорожка, как новая, не страшна нам подлёжка любая. А помирать нам родоваться, если у нас ещё дом хотела. А помирать нам родоваться, если у нас ещё дом хотела. Дорога, если у нас ещё дом хотела. Дорога, если у нас ещё дом хотела. А помирать нам родоваться, если у нас ещё дом хотела. А помирать нам родоваться, если у нас ещё дом хотела. У следующей песни она родилась дважды. Написана она была в довоенной 1939-й год. Мирная, довоенной, они стали первыми военными, обрели как бы второй, не существовавший прежде смысл, ставший главным. Повествуя о любви и любимых, о разлуках и встречах, о родном доме и русской природе, они зазвучали, как рассказы, как напоминания о тех мирных днях, той мирной жизни, за возвращение которой шла война, ради которой солдаты воевали и жертвовали собственной жизнью. Просим стать командиром 4-го класса. Командир 3-го класса, передайте знамя командиру 4-го класса. Командир 3-го класса. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 ПЕСНЯ В 1940 году парят песенник Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков написали стюит о молдавских партизанах периода гражданской войны. Одной из семи композиций стала основанная на бесаранском фольклоре в песне «Смуглянка» о девушке из партизанского отряда. До начала Великой Отечественной войны она не исполнялась. Более того, судьба ее могла сложиться печально, ведь затерялось даже перенуженное приложение для фортепиана. Но в 1944 году краснознаменный ансамбль Александра Васильевича Александрова впервые исполнил эту песню, выступая в концертном зале Ильича Яковского. Солистом был Николай Устин. Благодаря трансляции концерта по радио «Смуглянка» стала настоящим шлягером и, как принято говорить, ушла в народ. Просим подняться командира второго класса. Командир первого класса. Просим передать знамя командиру второго класса. Командир первого класса. Командир первого класса. Командир первого класса. ПЕСНЯ 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 Главная победная песня родилась только через 30 лет после завершения войны. Но без нее сегодняшний рассказ о военных песнях был бы неполным. В песне «День Победы» была создана поэтом Владимиром Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым к 30-летию Великой Даты. Впервые песня просвучала на праздничном концерте в Московском Кремле в исполнении «Льва Рещина». На предварительном прослушивании песни члены партии остались недовольны композицией, ее даже назвали цыганской. Но на концерте песня «День Победы» настолько понравилась Леониду Брежневу, генеральному секретарю ЦК «Процесс», что он встал и не сдерживая слез. И после этого песня «День Победы» навсегда осталась в репертуаре военных песен. Давайте мы с вами исполним эту главную песню «Дня Победы». День Победы Всего любви к шпам, эль-карадас, Сосвязь, аль-карадас! Дима-карады! 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 Субтитры создавал DimaTorzok